Амарь Геннадин. Амарь Геннадин. Вот, смотрите. Я Николай Николаевич, меня зовут. Я схуярил нахуй за бортом Амарьи Геннадиной. Ну это ебанка. Ну это ебанка. Спасибо нашим подписчикам на Boost. Если вы хотите увидеть свое имя в этом списке, подписывайтесь на Boost. Ссылка в описании. Этого и любого другого ролика. Поехали. О, опять вы. А это опять я. Потому что наступил следующий день. Процесс деколлекторизации продолжается в нашей стране. Успешно, классно, кайфово. Ну и я предлагаю всем тем, кто хочет приобщиться к этому процессу. Не только подписаться на наш ВК, на наш YouTube, на наш Boost. Пусть и, допустим, там совсем все по-другому. А еще и зайти в Озон. На Озон по ссылочке в описании. И выбрать себе маечку. Конструктивный диалог. Не говорите в параллель. Белый, черный, разных размеров. Пока так. Загляните, посмотрите. Я думаю, вам понравится. Но мы процессом деколлекторизации займемся. Ну а как по-другому? Хотят они разговаривать, да будет им счастье. Алло. Алло. Да. Слушай. Добрый день. Добрый день. А как надо называть? А как правильно представляться надо? В законе четко написано. Вы из прошлого вынырнули? Я вам представила в полном объеме, как необходимо, по законодательству Российской Федерации. Что у вас еще интересует? А по законодательству Российской Федерации нужно вам произносить следующие слова. Профессиональная коллекторская организация и дальше следует. Полное название организации с аббревиатурой формы собственности. Марию Александровну... Это что, приказ? Сэр, да, сэр! Марию Александровну... Вы почему интонации? Как вы такие выбираете? Где надежда в голосе? Раболепские нотки? Вы до сих пор не поняли, как в нашей стране относятся к профессиональным коллекторским организациям? Вы что заладили? Вас заклинило, да? Вы обратитесь к доктору. Он у вас расклинит. Вы с супругом приходите? Вы очень много вопросов задаете, очень много требуете. А что вы взамен готовы дать, барышня? Кроме этих интонаций. Новенькая. По-любому новенькая, но пришедшая с идеей всех должников сделать. Здравствуйте. Поставить на место инструментов, правда. Никаких нет с собой в голове, кроме попытки доминировать. Но это уже не работает. Слышишь? Не работает давно. В большинстве случаев над этим просто смеются. Это все равно, что попытаться разрезать яблоко ложкой, причем вот внешней частью, погладить только получится. Алло. Алло. Здравствуйте. Профессиональная коллега в организации «Вестность» и «Профекимовский Алексей». Ведется запись. Павел Павлович? Это вы? Да, я слушаю вас. Я слушаю, да. Так уже же звонили несколько раз ваше коллекторское касаемо. Касаемо вот эту фразу. Так и не смогли ответить. Касаемо. Зачем вы так говорите? Касаемо. От вас оплата ожидает зафиксированный срок? Так звонили, я же говорил. Мы все обсудили. Мне сказали, все зафиксировали. Ничего. Я не вижу никакого разговора, чтобы с вами разговаривали по данному делу. У нас все звонки фиксируются. А куда вы смотрите? Я же откуда знаю. Может, вы меня... Ну, я откуда знаю, с кем мы разговаривали. Та фиг его знает. Это какая-то дамочка тоже. Робкий голос. Идите в пострукционный диалог. По какой причине вы не оплачиваете данный задолженный? Не хочу неконструктивного. А что вам не нравится? Я говорю, как есть. Вам не нравится, что я говорю, поэтому он, по-вашему, неконструктивный? Но я не могу на ходу выдумывать. Говорю, как есть. Почему неконструктивный? Закончили сам диалог. А вы знаете вообще значение фразы «конструктивный диалог»? Может, вы просто услышали, вам кажется, это красивая формулировка и пытаетесь ее применить, не понимая? Постопитесь к диалогу и ожидайте вы из неуспектов. Конструктивного? Всего доброго. А-а-а! Вон оно что. Готовьтесь и одновременно ожидайте, да? То есть готовься и в окошко поглядывай вдруг. Плохо дело. Да хотим уже. Ждем, не дождемся. Все готовы. Как было хорошо в те времена, да? Присылали валям видео. Недели не было, чтобы кто-нибудь что-нибудь не присылал. Целый плейлист собрался. Видео с коллекторами под сотню видосов. Ну и Вереста, кстати говоря, там не было. Финансов там не было. Первое коллекторское бюро было. Там даже есть ролик, где человек сам поехал в организацию под названием Первое коллекторское бюро. И даже несколько там, по-моему, роликов он снял и нам прислал. Есть как приходили. Очень много с Альфа-банком. Очень крутой есть ролик. Сейчас Максим его отдельно выделит. Сказочка кликабельная. Только ради этого ролика не то, что на плейлист нужно зайти, а подписаться на наш канал. Я вообще думаю его на Бусти отдельно выложить. У нас, кстати, на Бусти уникальный контент. Такой, какой нигде вы не посмотрите. Но в том числе, я думаю, вот этот вот ролик, где из этого Лайм Займ, чувак, он так и кричал «Прошу, помогите мне!» Нападение на полковника. Там его должник хотел что-то с ним сделать. И тот орал, стучался в соседские двери и кричал «Нападение на полковника полиции!» Он вдруг решил, что он полковник полиции. Но у него кукушка со страхом улетела вдали-дальнее. Вот он решил, что он полковник полиции. Мечту свою детскую видимо реализовал вот таким образом. В общем, посмотрите этот плейлист. Алло. Хольвер? Куда мы уделись пару минут? Вот ты хольвер? Вы кто? Онлайн-казино метелится. Ага. Какое казино? Ёбаный рот этого казино, блядь! Онлайн-казино метелится. А вы знаете, как по-фински 777 звучит? Нет. Вот так вот. Хуй-то хуй-ти-хуй, блядь. Метелится. А не две минутки. Поняла вас. Прошу прощения. Всего-то... Серьезно, ребят. У нас, наверное, процентов 70 людей, у кого большая база микрофинансовых организаций. Я имею в виду людей, клиентов нашей компании, где так называемый кредитный портфель или по-простому кредитная нагрузка большущая. Вот у них очень много вот этих вот в опыте жизненном онлайн-казино и всяких вот этих тотализаторских контор ставки на спорт. Ох, как много! Желающие жить на халяву называется. И здесь все просто. Если хочешь жить на халяву и жить хорошо, вспомни, как по-фински семь тысяч семьсот семьдесят семь. Алло? Алло, алло? 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 Артем Данилович? Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Золотный Гаврилов, Никита Евгеньевич, это микрофинансовая компания ВАИМ-ЗАИМ. Ведет совершенно я звоню по поводу вашей задолстой у вас пятьдесят дней, пятьдесят семь дней просрочки и задолжить 15 тысяч четыреста восемьдесят три рубля девять пять из них тела долга в девять тысяч четырест рублей проценты пять тысяч семьсот девять рублей сорок копеек новую послушать Никита как ваше отчество Никита правильно услышал? Как? Правильно. Никита Евгеньевич правильно. Никита Евгеньевич. Слушайте, вот у вас когда лайм-займ ваш подключается сразу как будто кто-то на клавиатуре что-то там видимость какой-то рабочего процесса происходит. Но чаще всего сброс идет. Вот из условно десяти прозвонов где-то два раза только живой человек типа Никиты Евгеньевича. А так как будто какая-то клавиатура. Это уже не то чтобы странно прям уже смешно становится. Видимость работы у вас там тяжело к вам на работу у вас же там немного людей работает. Или вы не знаете вы из дома работаете? Да я бы поговорил о вашей задолженности а не о нашей работе. За нашу работу мы с вами не с ним. А что о ней говорить Никита Евгеньевич о ней говорить? С ней работать надо. по-мужски как говорится знаете не при женщинах будет сказано что вот это пиздумка отравить. Брать да делать вещи надо. Ну я не знаю там 382 статья или там гражданского кодекса не знаю 121 тире 126 гпк рф потом третья статья гпк рф ну как то так а что вот это пиздумка отравить смысл от этого лучше поговорить всем интересно как устроено вот точнее что с людьми происходит ну какие должны события в жизни произойти у человека чтобы вот из такого обилия работы в нашей стране выбрал вот эту вашу чепуху извините за правду хотя за правду не извиняются Никита Евгеньевич только не отключайтесь пожалуйста тем самым вы подтвердите наши вот эти может вот с вас есть аргументы какие-то требования компании соответственно то есть аргументы никакие у вас в этом смысле не работают то есть все правильно люди думают я вас не перебал я вас выслушал а скажите пожалуйста вам 23 года сколько на каком основании вы не возвращаете денежные средства и вот намного у меня никогда в жизни не было микрозаймов никогда так говорят я зарабатываю и живу на свои деньги которые я заработал слушайте вы говорите намного ну так обычно хотя бы в два раза на каком основании вы не возвращаете на каком скажите так отсутствие дела в том что Никита Евгеньевич вы этого вы этого можете не знать я сейчас кстати говоря на ваш вопрос отвечаю вы же его задали вопрос этот или задали как правило я услышал ответ отсутствие желания я услышал ответ нет нет ответ краткий но не лаконичный дело в том что вы можете этого не знать повторю но прежде чем я взял вот этот ваш как вы его называете займ меня просто одолели я не ошибусь если заявлю что где-то полгода мне просто натряхивали так вот названивали и предлагали этот ваш займ я уж и так не надо не надо не надо не надо говорю не надо не возьмите при этом смотрю 50 реклам и что теперь мне все бежать покупать ты не купишь ты мне да дело в том что реклама это не вторжение в личное пространство когда тебе на телефон звонят шлют смс я говорю ребят я сначала думал нормально все будет ребят не надо спасибо не надо опять 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 говорю ребят я потом уже так сказал слушайте ну окей я отдавать не буду если вы посмотрите это в личном кабинете мне эти ссылками засыпали а потом личный кабинет и я там даже написал в комментарии беру чтобы не отдавать прям написал в комментариях и дальше ну вот это все сделал мне шлеп сумма прилетела да вы знаете последствия вашей данной записи какой записи насколько я знаю по-моему в позапрошлом месяце у нас один клиент получил уголовную ответственность по данному факту да Николай вляет идиот тюрьмы бля все управляем нахуй что серьезно то есть вы проявили экспертизу да голоса следственные мероприятия да какие-то анисферы я не знаю что я слышал что такое было примерно месяца два назад так знаете как говорят слышал звон да не знаешь где он невозможно точнее очень проблематично гражданские взаимоотношения переквалифицировать но тем не менее статья по данному факту у нас есть статья по данному факту 159 предоставление нет она не так называется предоставление недостоверных данных при взятии кредита или займа 159.1 ну когда человек сразу пишет что он берет деньги с целью невозврата ему дают это мошенничество можно доказать я считаю ну я считаю можно доказать что доказать что доказать что доказать то есть он говорит я спорить с вами не буду Артем Данил нету аргументов поэтому вы не будете спорить в первой компании я вам довел у вас вопрос человек в несколько раз старше меня вы прежде чем заявлять такие вот вещи сами себе задайте вопрос а что вы научились за вот это время которое прожили на белом свете как он стяганул-то да из-за плеча я намного старше чем вы а мозгов что нигде не под искал алло да оставайтесь на линии идет соединение здравствуйте слушаю здравствуйте профессиональная коллекторская организация Эверест знаете почему узнал знаете почему угадал от тебя говной воняет отсюда телефона чувствую потому что всю вашу рабочую обстановку слышно все время я же не знаю наверное не только я вас просят одеяло между собой там клеенки какие-то вешаете ну что это такое все могу я говорить ну да только вот эту попросите соседку вашу коллегу чтобы не сильно кричал то он будет мешаться в параллель будет говорить это же не дело относительно Ангелина Николаевна вам закон на девушку девушка что вы взяли что она девушка она дома не девушка ответственно вам заявляю проверял лично или плохо слышите информацию а что тут некорректного не настроен на общение настраивайтесь принимайте последующий звон конструктивный диалог да нужен нужен вам конструктивно это не конструктивно есть эти майки на зоне в описании я так сделал то значит я на описание ролика указал кто там извращенно все понимает тому на бусте там я голый Алло 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 Здравствуйте Алло Слушаю вас Здравствуйте Владимир Андреевич с вами разговариваю А вы простите кто такая барышня Тамара Владимир Андреевич Во-первых здравствуйте Тамара Здрасте я пойду С вами разговариваю 25 копеек А структуру блога Стоит основной долг А на 2-го 24-го года Не торопитесь Томочка Томочка Не торопитесь Что Вы Так Жен Не Выбивают долги Нужно Чертливо Каждое Слово Как Гвоздь В Крышку Чертво Поступает 11 Куда На Тех Реквизиты На Которых Вы Оплачивали Ранее То есть Вы думали Что До Вас Не Поступало А Вы Некая Тамара Такая С номером Позвонила И Она Сразу Что За Надежды Вот Эти Вот Томные Зачем Вы Себя Обманываете В Этой Вашей Жизни Так Никчем Зачем Разговариваете Некакими Некакими В Параллель Или Неконструктивный Диалог Неконструктивный Диалог Да Неконструктивный Диалог Да Томочка Томочка Выходи Из Дома Блядь Я Банки Да Ну Че Нахер Старая Некрасивая Уже Завтра Завтра Блядь Она Перезвонит Мне Ну вот Я уверен Давайте так Уральские пелемени Совсем недавно Сняли еще один ролик Про коллекторов Вот один из роликов Был раньше Вот знаете Начинается Словами Коллекторами Коллекторами Не становятся В коллекторы Проваливаются Тут недавно У них ролик Бабушки Коллекторы Как вы думаете Друзья Пересмотрите Этот ролик Легко найти В интернете На ютюбе Где угодно Бабушки Коллекторы Уральские Пелемени Вот вы Посмотрите Послушайте Нас Послушайте Других Ребятам В частности Блогера Блогера Господи Блогера Сергей Васильевич Извини Блогера Блогера Ну моего коллегу Так уж и быть Сергея Васильевича Гагарина Ну сто процентов Вот эти вот Миниатюры Уральских Пелеменек В том числе Сняты По мотивам Диалогов Вот этих Которые мы Ведем Вот я И ребята Которые занимаются Процессом Деколлекторизации Сто процентов Ну откуда Вот эта вот Идея про бабушек Могла возникнуть Ну вот А еще Знаете Наблюдение Что в тех роликах Что в других До этого Которые выпускались Вот показывают Зал Зал Хохочет Хохочет Зал Закатывается Ухохатывается Весело И они С гастролями Двигаются По стране И зал Просто Смеется А вы Коллекторы Почему Говорите В том числе И мне Что Наш канал Смотрят люди Только лишь Должники Нормальные Вы вообще Возобнили Все Остаграм запрещенный Телега Если где-то Вы не подписались Подпишитесь По ссылочке Заходите В описании Ролика Там Она волшебная Нажимаете И вам Раскрываются Все наши ресурсы Где мы есть Подпишитесь Везде Лишним не будет А нам приятно Ну а на Бусти Там действительно Уникальный контент Такой Которого Нет нигде Ну именно Про меня Про Алям Про мою жизнь Очень многие Не знают Ничего про меня Вот вообще Не знают Какие-то Версии Выкладывают А кто-то Знает И подписывается На Бусти Таких людей С каждым днем Все больше И больше Просто Чтобы быть В курсе В теме Слава Богу Эти подписки Недорогие Но В общий доступ Уж извините Свое Сокровенное Я выкладывать Не буду Только для тех Кто действительно Интересуется Мной Как персоной И Поверьте Не пожалеете Потому что Очень много Чего интересного Будет И в уникальном Формате Эксклюзивно И для тех Кто на Бусти Ну ВК В 6 утра Новый Каждый день Ролик Выходит На Ютьюбе 18.00 Новый ролик Каждый день Выходит Раз в неделю Мы проводим Прямые эфиры Прям в прямом эфире Мы разговариваем С господами Коллекторами Началось это Когда они стали Мне заявлять Все чаще И чаще Что Кузнецов Вырезает То Где его Вроде как На место Ставят Окей Говорю Будем проводить Прямые эфиры 3-4-5-6-7-часовые Где в прямом эфире Вот в режиме Трансляции Идет Переговорный процесс Где ничего Физически Подрезать Нельзя Где конкретно Идет Общение По чату И никто Не заподозрит Нас в какой-то Авантюре Ни разу Еще никто Кузнецова Не смог Потихомирить В этом смысле Да потому что Базы нет Юридическая база Фундамента Стратегического На основании Которого Можно как-то Было бы Дальше двигаться У Коломасы Нет К Коломасе Я напомню Отношу Я не только Коллекторов А все службы По возврату Просроченной задолженности Все это Называется Одним словом Коломаса Персонально Каждому из них Кузнецов Никаких претензий Не имеет Перед каждым Роликом Еще и Выходит На этот счет Конечно же Дисклеймер Читайте На паузе Если надо вам Это сделать Я работаю С явлением Если хотите На таком Жаргоне С мастью Вот с этой Обобщенно Ну и в то же время Благодарен Коломасе За то Что они мне Организовывают Вот такую Бесплатную рекламу Люди смотрят Принимают решения Обращаются В компании Аляам Становятся Клиентами Компании Аляам И начинают Жизнь С чистого Листа Потому что Действительно Многие Уже забыли Что это Такое Утро Когда ты Не думаешь О том Где взять Деньги На погашение Очередного Кредита Взноса По графе А такая Жизнь Рядом Просто Нужно Взять И начать Действовать Для начала Бесплатная Консультация Она Ничего Стоит Не будет На сегодня Все С вами был Дмитрий Кузнецов Как и всегда Как вчера Как и завтра Будет Подписывайтесь Ну а я В свою очередь Желаю вам Счастья Здоровья Финансового благополучия Друзья Вам Вашим Близким Да Действительно Завтра Мы опять С вами Увидимся До встречи Продолжение следует